Так, мы начинаем. Кировский суд арестовал блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме. Теперь в СИЗО он останется на два месяца, пока будет идти расследование. Поддержать блогера пришли его знакомые и поклонники, в основном подростки. Кажется, я здесь не первый. Похоже, нас всех нужно посадить. Но рассчитывается, что я приду и сразу же найду там покемонов, как-то тупо. Поэтому я решил воспользоваться штучкой, которая называется Инсенс. Она приманивает покемонов, и поэтому мне было проще их найти. Святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый, крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и пресне, и в веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наши. Святые, посети и исцели немощи нашей. Заседание суда проходило в закрытом режиме. адвокат Соколовского настаивал на домашнем аресте, ведь блогер ухаживает за матерью-инвалидом. Но суд не принял этого внимания. Руслана Соколовского задержали накануне за то, что он разместил видео, на котором ловил покемонов в храме на крови в Екатеринбурге. Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и в разжигании вражды. И вот, кстати, интересная подробность. Этот самый блогер, ему даже не предъявили обвинения, он уже тогда собирал средства на адвоката, на защиту. И так далее. Кстати, вот на тот момент, это было несколько дней назад, ему удалось собрать 50 тысяч рублей. Может быть, сейчас эта сумма уже больше, но, как видимо, она ему пригодится.